Добрый вечер, товарищи! Добрый вечер, господа! Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в Русский Дом. Я хочу привести вам две цифры. Первая. 866 358. Именно столько было заключено браков в прошлом году в Российской Федерации. И 562 063. Столько было разводов в прошлом году. Появилось даже такое выражение. Сходить замуж. Так же, как в магазин, в парикмахерскую, в гости. Сейчас стала модой сходить в церковь, повенчаться. А через месяц-другой развестись. И многие даже не подозревают, какой страшный грех берут они тем самым на душу. Ведь православная церковь, православная вера всегда рассматривала, да и сегодня тоже, любовь в браке с крепленным церковным венчанием, как добровольное и желанное отвержение каждого из супругов ради блага и счастья другого. И вот когда во время венчания держат над головами венчающихся венцы, то это отнюдь не царские венцы, это венцы мучеников. А для многих вступающих в брак слова самоотречения буквально в новинку. Просто непонятны, почему это я должна ради кого-то, а он, а она. Начинается выяснение, кто кому должен, сколько должен, окончается разводом. А ведь в прежние времена любая темная крестьянка понимала тонкую духовную силу супружества. Ибо венец, который принимали в те времена молодые супруги из рук священника, всегда нес в себе знак мученичества или самоотверженной готовности к нему. Сколько их было в Петербурге, важных, знатных, сановных, именитых. Сколько было тщеславия, пустозвонства, спесивости и зазнайства. Где все это? Где те, кому поклонялись, кого боялись, кому завидовали? А народная память, что сито времени. Сохраняет любовь свою к тем, кто действительно заступник народной и не просто перед земными владыками, а перед царем небесным. Одно из таких имен – блаженная Ксения Петербургская. На Васильевском острове Петербурга есть Смоленское кладбище. Неподалеку от входа высится храм во имя Смоленской иконы Богородицы, а рядышком, в нескольких десятках шагов, находится часовня на месте захоронения Блаженной. В исторических архивах сведений о ней вы не обнаружите, зато живо народное предание. Ксения Григорьевна Петрова лишилась любимого мужа своего, Андрея Федоровича, в возрасте 26 лет. Это явилось для нее таким великим потрясением, что, отрешившись от всех мирских радостей, привязанностей, удовольствий, раздав все свое имущество бедным, подарив свой дом, сама она, облачившись в костюм мужа, стала странствовать на петербургской стороне. В народе знали ее, как Христа ради Еродивы. Однажды в полиции завели следствие с целью выяснить место ее ночлега, и установили, что на ночь уходила Ксения за город в поле, становилась колено преклоненно на молитву и не вставала с этой молитвы до самого восхода солнца. А в другой раз строители новой каменной церкви на Смоленском кладбище стали замечать, что ночью кто-то натаскивает на самый верх целые горы кирпича. И каково же было их удивление, когда они установили, что это был никто иной, как немощная Ксения. Славилась Ксении своими пророчествами, славилась своим благодатным покровительством и напутствием. Так и после ее смерти к ней в горе или радости устремились люди. Трижды они обойдут часовню, возьмут благодатного маслица, обратятся к блаженной, прося заступничества и скорой помощи в неврядицах, в воспитании детей, в учебе и семейной жизни, в лечении самых неизлечимых болезней. Множество чудес свершилось по этим молитвам. Поначалу, когда над могилкой выселся земляной холмик, приходящие сюда люди брали по щепотке земли, и насыпь все время пропадала, пока на этом месте не воздвигли каменную часу. Более 40 лет продолжался беспримерный подвиг блаженной Ксении. Вот интересно, что в 1777 году в Петербурге произошло разрушительное наводнение. После него на Смоленском кладбище затерялись могилы многих знаменитых людей России, погребенных на этом погосте, поэтов Тредиаковского и Бенедиктова, драматурга Княжнина, художника Левицкого. А вот могила Ксении Блаженной сохранилась. Русская православная церковь требовательно испытывает устойчивость и величие подвига, совершенного во имя и во славу Христовой веры. Часто это испытание длится веками. И Ксению Петербургскую канонизировали совсем недавно, в 1988 году одновременно с великими патриотами и героями земли русской Дмитрием Донским, Андреем Рублевым и Максимом Греком. Ее жизнь, не увенчанная ни ратными подвигами, ни бессмертными творениями, получила столь же высокое признание. Сегодня день памяти Блаженной Ксении Петербургской. А 160 лет назад, 29 января, по старому стилю, 10 февраля по-новому, не стало Александра Сергеевича Пушкина. В 2 часа 45 минут закатилось солнце русской поэзии. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задумчиво и родственно с народом своим, как Пушкин. Так сказал Федор Михайлович Достоевский 8 июня 1880 года в честь открытия памятника великому русскому поэту. Эти слова прозвучали более чем столетия назад, а сейчас в нашей замутренной жизни, среди совсем других кумиров, среди потока осна и иноязычия. Где ты сейчас, Александр Сергеевич? Хранишься ли в глубине нашего сердца? Конечно, мы понимаем, трудно, вот так вот сходу, отведя от себя завесу повседневных забот, прочесть несколько строк Пушкина. Но что может быть более непосредственным свидетельством хранимого в душе? Волгоморье дуб зеленый, золотая цепь надубит он. И днем и ночью кот ученый все ходит под спекровом. Идет направо, песню зовут, на левую сказку говорит. Там чудеса, там лешие бродят, русалка на ветвях сидит. С утра садился в ванну с Ольдом, а после дома целый день. Один в раздумье погруженный, тупым куйкием вооруженный, на бильярде два шара играет с самого утра. Я помню чудное мгновение. Ну? Ну, передо мной явилась ты. Я вас любила, любовь моя, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу. Печаль из вас нечего. Сердце в будущем живет, настоящее, уныло. Все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Выпьем с горя, где же кружка, сердце будет веселее. Дурачина ты, простовиля! Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен. Неколебин, свободен и обеспечен. Сражался он под сенью дружных мусор. Мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То во мгле она заводит, то заводит, как дитя. Ветер, ветер, ты макуч, ты, конечно, стоит туч. Ты вольнуешь в синеволе, всюду вечно простоле. Не поища никого, кроме Бога одного. Вежьте в нем, для исполнить волю моей, обходя моря и земли. Глаголом «Жги сердца людей». Так что кое-что еще помним из Александра Сергеевича. И не только помним. Среди последних обращений к имени великого поэта была заметна публикация Василия Ивановича Казанцева в журнале «Москва». Сам Василий Иванович автор более 20 поэтических книг. К тому же он издавна занимается и таким жанром, как он сам его определяет – байки. Книга называется «От Александра Сергеевича до Сергея Александровича». У Есенина однажды спросили, чем ты отличаешься от Пушкина? «Ничем», – сказал Есенин, – «кроме одной маленькой противоположности». «Какой?» «Тем, что Пушкин дворянин, а ты крестьянин?» «Нет». «Тем, что Пушкин родился в городе, а ты в деревне?» «Нет». «Тем, что у Пушкина темперамент южный, а у тебя северный?» «Нет», – сказал Есенин. «Так чем же тогда?» «А тем, что Пушкин Александр Сергеевич, а я наоборот, Сергей Александрович». «Но это выдумка». «Да, это выдумка, конечно. Но, тем не менее, как говорил сам же Пушкин, сказка ложная, в ней намек, добрый молодцем урок». Одна из баек о Пушкине называется так – «Этюд Чернецова». Художник Григорий Чернецов решил изобразить Гнедича, Жуковского, Крылова и Пушкина, собравшийся в летнем саду. Сперва он поставил Пушкина крайним слева, в профиль, показал набросок своему брату Никанору Чернецову. «Все хорошо», – сказал ему брат. «Но зачем ты так выпячиваешь Пушкина? Зачем ставишь его на первое место? Этим ты как бы обижаешь Крылова, а ведь Крылов – он настоящий патриарх среди них». Григорий Чернецов перегруппировал фигуры и поставил Пушкина крайним справа, тоже в профиль, и опять показал брату. Брат сказал – «Стало лучше. Но зачем ты опять выпячиваешь Пушкина? Как ты? Ведь он стоит в конце картины, в том-то и дело, конец, как говорится, делу венец». Григорий снова сделал перегруппировку фигур. После этого Никанор сказал – «Намного, намного лучше. Но Пушкин-то зачем выпячиваешь? Он же теперь в центре. Оттесняет собой Жуковского. А Жуковский – это, кстати, его учитель». И снова перегруппировал фигуры Григория. Поставил Жуковского на первый план, а Пушкин на второй. Показал набросок Никанору. Тот посмотрел и сказал – «Ну вот теперь вот хорошо. А все-таки ты сильно выпячиваешь Пушкина». «Недаром темной стезей Я проходил пустыню мира. О, нет, недаром Жизнь и Лира Мне были уверены судьбой». И еще вспоминаются сегодня такие стихи. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую, поправшей обломки, игрою счастья обиженных родов, вы, жадной толпой, стоящей у трона, свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда. Все молчи, но есть, есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословью, оно вам не поможет вновь, и вы не смойте всей вашей черной кровью поэта праведную кровь». Этими стихами подхватил знамя русской поэзии Михаил Юрьевич Лермонтов. Николай Сергеевич, а вы помните, как заканчивается трагедия Пушкина, Борис Годунов? «Народ безмолвствует». Да, народ безмолвствует. Вот эта вот ремарка «народ безмолвствует» ее сегодня часто повторяют. Вы согласны с ней? К сожалению, я не могу не согласиться, потому что Пушкин в этом смысле был прозорлив. Недавно генерал Лебедь, находясь за рубежом, произнес фатальную фразу. Он сказал так. «Народ, к которому я имею честь принадлежать, отличается ослиным терпением». Это что-то в вульгарном переложении. «Народ безмолвствует». Ну, у господина Лебедя иногда можно услышать такое, что лучше бы не слышать. Вы правы. Скажите, сегодня у меня вопрос к вам вот какой. В последнее время очень много и часто говорят об армии опять, о реформе в армии. Короче говоря, получено даже указание президента страны двум людям, отвечающим за реформы в армии, господину Родионову и секретарю Совета обороны Батурину, встретиться и провести конференцию, общую пресс-конференцию. Как вы считаете, даст ли это что-нибудь для спасения армии? Я глубоко убежден, что это указание повиснет в воздухе. И даже если будет проведена совместная пресс-конференция, дать это реально для армии и для общества ничего не даст. Потому что то, что происходит сейчас с нашей армией, является, разумеется, отголоском и отцветом того, что творится вообще в обществе и в государстве. Говорить о военной реформе сейчас, а о ней мы уже говорим, как вы видите, 5 лет, и стоим на одном месте, изображая бег общепримиряющий, это уже говорит о том, что мы не знаем, что делать. Если вот так, как историк говорит, я вам скажу, что на протяжении 500 лет истории государства российского, военных реформ всего-то было 5. Их легко даже по пальцам перечислить. Это Иван Грозный, который ввел стрелецкое войско в свое время. Это знаменитые военные реформы Петра, которые делались энергично, быстро, когда люди знали, что они делают. Петр ввел регулярные войска, учредил военную коллегию, то есть министерство, создал штаб, униформировал все. Это была реформа. Затем почти 150 лет существовала русская армия на тех реформах Петровских. А вот в 60-х, 70-х годах прошлого века, после трагедии в Крымской войне, военный министр Милютин провел новую реформу военную. Она была немножко более длительная, но он ввел вместо рекордского набора, который был при Петре Первом введен в действие, был введен принцип всеобщей воинской повинности. Вот Милютин впервые перевел армию в приказном уже порядке, в порядке реформы, на нарезное оружие, артиллерийское и стрелковое. При нем были созданы сети юнкерских и кадетских училищ, то есть поставлены на твердую ногу подготовка офицерских кадров. И эта реформа хорошо себя оправдала. Русско-японская война дала толчок к еще одной реформе. Она была попроще. Там речь пошла о создании инженерных войск в русской армии, о создании артиллерии крупных калибров. Была введена территориальная система формирования, появились полки Астраханский, Самарский, Сумский, вот эти знаменитые, которые мы знаем по памяти. И была очень близкая нам реформа, так называемая Фрунзенская реформа, 24-25 года. Вот ее, пожалуй, надо было бы изучить тем, кто работает сейчас над этой темой, потому что она примерно проводилась на той же основе. Фрунзе в своей записке в ЦК, тогда в КПБ, он написал, что Красная армия небоеспособна, она стоит на грани развала. Это примерно то же самое, что с Российской армией происходит. Но провели реформу достаточно быстро. Конечно, она имела огромную, так сказать, направленность антитроцкистскую, потому что надо было избавиться от тех офицеров, которые поддерживали Троцкого. Но все же таки в ней просматривались четкие черты государственного деятеля. Во-первых, армия была сокращена до 560 тысяч человек. Затем был установлен главпур знаменитый. Причем был назначен вместо политического комиссара троттроцкистского плана Бубнов, такой верный коммунист. Были созданы шесть военных академий. Страна была разбита на военные округа, на чем мы жили длительное время. Вот эта реформа положила начало и техническому переоснащению армии. Хотя Россия, тогдашняя советская, была в таком же состоянии развала, разрухи, в котором пребываем мы сейчас. Но была четкая политическая воля. Сейчас слово военная реформа, мне кажется, играет роль слова ширмы, которая прикрывает или бездеятельность, или невозможность реформировать в результате бесконечных противоречий. Я вот пытался разобрать, а какие взаимоотношения между министерством, скажем, и Советом обороны, который Батурин возглавляет. Это что, Совет обороны? Какое-то подобие партийных комиссаров, которые надзирают за деятельностью армии. Что они порождают? Какая, так сказать, у них задача? Я себе этого даже не могу уяснить. Армия находится в тяжелейшем состоянии. Американцы даже применяют такие фразы. А русская, говорит, армия сейчас похожа на автомобиль, который еще и движется с пустым бензобаком. Ну вот насчет армии с пустым бензобаком. Вы знаете, тут на той неделе группа средств массовой информации была по приглашению командования Московского военного округа в Кантемировской дивизии. И нам показали боевые учения. На что способна сегодня Кантемировская дивизия. Ну, я сразу хочу сказать, что, конечно, средства массовой информации приложили достаточно усилий для того, чтобы показать армию, так скажем, с плохой стороны. Но и сама армия тоже сделала немало, чтобы о ней так говорили. Но я все-таки хочу вам показать небольшой сюжет о боевых учениях Кантемировской дивизии. А потом мы продолжим этот разговор. Правы ли американцы или неправы? Ну что ж, сначала побудем на свежем воздухе. Со скрытой усмешкой, бодрой и весело произнес один полковник. Верно, к свежему воздуху большинство журналистов подготовились, переодевшись в теплые армейские бушлаты. И вот идем на дивизионный полигон. Снег, ветер колючий, да и морозец. Ну, за полярией, да и только, где пришлось мне, например, воевать. Программа насыщенная, только успевай. Тут вот танковые стрельбы идут. Задача – каждый снаряд точно в цель. Операторы-наблюдатели подтверждали это. Некоторые из наших решились тоже нырнуть в люк боевой машины. Но нырнуть, пожалуй, не то слово, как видите. В другом месте упражнялись со стрелковым оружием. Проверили зоркость глаза и твердость руки. И бойцы из нашей журналистской команды. И неплохо получалось. Оказывается, что стрелять, пожалуй, полегче, чем кинооператорам снимать на холоду. Неудобно нажимать кнопку камеры в рукавицах. Не наведешь как следует фокус в этом состоянии. Потому и картинка на экране не всегда четкая. Впрочем, все не снимешь. Работа шла ни часы, ни два. И в разных местах. Настало время подвести итоги. Перед этим эксклюзивное интервью для Русского дома. Если мы можем народу сказать, что мы сейчас налоги берем для содержания вооруженных сил. Вот для этого. И показать конкретно, что нужно сделать солдату-офицеру, для того, чтобы он овладел своей военной профессией, был готов применить свои знания и умения. Но для этого, я повторяю, нам нужно. Вот то, что мы себе по материальным ценностям запланировали, по обеспечению учебного процесса, затраты, которые спланированы, безусловно, не требуется. Иначе придется идти по пути упрощения. А это будет реальное снижение боевой готовности и уровень боевой выучки. Николай Сергеевич, вот мое ощущение от того, что, в принципе, уныния-то я в армии не нашел и не увидел. Хотя это, как говорится, Кантемировская, ближайшая дивизия. Но единственное, что я слышал от офицеров и командиров, это только одно. Мы заброшены сегодня. Александр Николаевич, офицерский корпус, костяк армии, символ государственности, его, собственно, становой хребет. Он всегда на протяжении всей истории нашего Отечества пользовался особым вниманием государства. Императора раньше или советского правительства. Демократы наделали очень много в этом отношении разрушительного. В 1721 году указом Петра каждый офицер получал право потомственного дворянства. И так сохранялось до самой революции 1917 года. Я представляю, извините, вас перебью, шапочников потомственным дворянином. Это уже советское время. Я вам говорю, что накануне революции этим правом потомственного дворянина пользовались уже только полковники и капитаны первого ранга и выше. Но честь офицерская и гордость быть офицером были присущи нашему корпусу до невозможности. Нельзя ставить общество в ситуацию, когда лавочник имеет все социальные привилегии, а офицер является гонимым человеком в нашем обществе. Это невозможно. Вот следствием этого являются те факты, которые, скажем, публикуются сейчас. Вот когда в Ньюсуик написал, что в прошлом году, в 1996, 480 офицеров российской армии покончили с собой. Я вам уже говорил о том, что министр Родионов опубликовал данные, что за три года 140 тысяч офицеров кадровых ушло из армии. В силу вот тех огромных финансовых и материальных трудностей. Это, конечно, возлагает прежде всего вину на правительство. Сотни тысяч без квартир. Сотни тысяч без квартирных. Поэтому армия без конца жалуется, апеллирует к общественности. Люди идут на самые крайние меры, ловят рыбу. Это невозможно. Правительство должно обратить внимание на армию, как на первоочередную задачу. Спасибо, Николай Сергеевич. Сегодня у нас в гостях, в гостях у Русского дома. Я думаю, для многих он известен как русский предприниматель Владимир Викторович Довгань. Владимир Викторович, мы пригласили в наш русский дом с одной целью. С целью ответить на один вопрос. Он глобальный, но, наверное, потянет за собой и другие. Владимир Викторович, вот вы сейчас, в этом году, начали компанию «Покупайте российское». Встали на защиту русского, российского производителя. Зачем вам это надо? Вам что, денег мало? Вы знаете, но я человек, который проповедую принцип достаточности. Мне достаточно один раз в день пообедать. Мне достаточно одной одежды. И мне достаточно того, что необходимо человеку для жизни. И я очень четко отделяю саму личность самого человека от всей мишуры, которые, как правило, нас преследуют. А с точки зрения, почему мы на это пошли, и не я, а весь наш коллектив, и ребята самотверженно, очень относятся к этому делу. Просто сегодня я четко хочу сказать, что мы должны, российские производители, объединяться, спасая ситуацию, спасая промышленность в стране. Мы не националисты. У меня очень много друзей в Америке, в Японии, в Германии. И очень много мы бизнеса ведем совместно. Но сегодня я хочу сказать одно, что, по всей видимости, должна быть четкая философия. Покупайте российское, спасайте российские места, рабочие, спасайте промышленность российскую. По-другому нельзя сказать. Четко каждый должен понять, что сегодня мы дошли уже до последней черты, или предпоследней. 40% макаронных изделий привозных, а процентов 78 с говядиной привозной. Курица как класс практически уничтожена. Идет выключение одного сектора за другим. И сегодня мы выброшены на бой, на этот, на ринг, как неподготовленные, теряем позиции, теряем. И иллюзии не надо тешить. Люди сегодня как бы ждут что-то с Запада, придет помощь какая-то, с Америки помощь придет. Должны четко понимать, что мир капиталистический, он настолько жесткий, настолько жесткие правила борьбы, а их, как правило, нет. Побеждай. А очень простая ситуация, каждый должен понимать. Купил импортное масло, ну все, закрыл вологодское масло. Закрыл колхоз, закрыл коров, закрыл. Другого нет. И поэтому мы... А мы сегодня говорим, что мы придумали способ, как можно объединить производителя с бытовика, транспортника под единой новой технологией бизнеса. Мы ее назвали защищенные качества. И сохранить промышленность, противостоять тем миллиардам, тому опыту, которые, и тем армиям, которые пришли на наш рынок. Скажите, не кажется ли вам, что вот вы с вашим идеем, с вашим проектом, ну как Дон Кихот с ветряной мельницей? Я считаю так, если ты паникуешь, если ты пессимист, и все опускаются руки, ну лучше тогда не заниматься. Если ты пришел и говоришь, мы запустим этот завод. А здесь инфлякция, здесь налоги, здесь то, здесь все, как бы все против нас. Но на то и человек, наверное, и есть, чтобы преодолевать трудности, чтобы противостоять. И вот в трудностях в этих, я считаю, и рост человека, рост интеллекта, рост души, рост воли его. Поэтому я, как оптимист, хочу сказать, у нас получится. Я знаю, что русские люди очень талантливые. Я думаю, что сегодня, сегодня, вот включается уже тот момент на уровне генетики, на уровне интуиции национальной, что пора, пора подниматься. Хватит терять позиции. Вы знаете, что сегодня рождаемость меньше, чем смертность. То есть, это страшные вещи. Владимир Ильич, представим себе, что завтра Запад перестал поставлять нам продовольственные товары. Ну, например, вот с бешенством коров, они сейчас прекратили поставки, прекращают поставки мяса. Что происходит с нами? Долго мы можем продержаться на сегодняшнем производителе? Я думаю, что сегодня национальная безопасность наша, если брать с точки зрения вот такой блокады продовольственной, она очень, в общем-то, мы не защищены сегодня оказались. Потому что, наверное, критическая масса поступления продуктов в страну 25-30%. И если у нас сегодня она перешагнула, и мы видим, что мы сдаем и сдаем позиции, то можно сказать, что, я всегда говорю, поймите правильно, да, цены сегодня итальянские на макароны дешевле, льготные в кавычках мы называем, там датируют ЕС, там главное выбросить с рынка, чтобы сохранить свою промышленность. Вот. Они могут завтра кончиться. Кто будет расплачиваться? Мы будем расплачиваться и дети. Поэтому сегодня нужно думать о завтрашнем дне. И нужно понимать, что это продукты, питание, это вообще безопасность страны. Кто входит в вашу цепочку? Кто уже поддержал вашу идею? Ну, поддержал очень много производителей. Такие знаменитые предприятия, как Ленинградский Самсон. Юрий Алексеевич Савельевич, великий человек. Вот я просто, это вот прекрасный, я преклоняюсь перед ним. Это Красный Октябрь Даурский, это Брау-Дюрсо, это Алкон, это 17 производителей майонеза, 4 производителя крупнейших макаронных изделий, 4 производителя масла растительного крупнейших поддержали. Это бесконечное количество производителей, это десятки сливочного масла, это производители молока, производители круп. Вот сегодня мы нашли такой отклик большой. Почему мы долго шли к этому проекту, 8-9 месяцев, и сначала мы его планировали вообще как государственный. Но когда одни выборы, вторые, третьи, мы поняли, что время уходит, и как бы надо начинать. И взяли на себя ответственность. Сегодня к нам потянулись производители, но сегодня мы готовы воплотить. Мы подготовились технически, мы 8 месяцев тратили на это. Мы подготовились технологически, мы подготовились в принципе с точки зрения управления этой системой. Ведь еще мы даем, что вот четко нужно представить. Одно дело запустить завод сегодня, а второе продать. Как может, а чтобы продать, нужна реклама, нужны дистрибьюторы, нужны определенные законы, нужна связка. И вот сегодня мы говорим, что мы не только делаем импульс с точки зрения стимуляции продаж продуктов и рекламы, мы говорим, что мы делаем общую дистрибьюцию всех производителей российских. Разрушен был госнап, это была плохая, может быть, организация с точки зрения бюрократии, но она была. То есть вы говорите так, вот у вас есть завод по производству масла, вы вступаете к нам в нашу ассоциацию, мы вас остаетесь собственниками, мы вам никакого, как говорится, не командуем, не берем ваши акции, не покупаем, вы остаетесь собственниками, но мы вам помогаем переоборудовать производство или продать то, что вы произвели. Вот очень интересный вопрос. Если вы производите масло, мы говорим, первое, мы даем технологию на первом этапе, чтобы понять, с кем мы имеем дело, мы даем паспорт качества. Если главное, чтобы был качественный продукт, это и открытое ведение дел, мы за легальный бизнес. Мы присваиваем этому маслу совместно с другими производителями качество, знак качества, который сразу защищает от подельщиков, который делает это масло участникам глобальной рекламной кампании, там и лотереи, и шоу, и всё-всё под лозунгом «покупайте российское защищённое качество». Дальше мы смотрим, если мы видим, что нормальный коллектив, нормальная идёт адекватная реакция по работе, вот следующий этап – это переоружение. Собравшись вместе с производителями, мы через полгода решим, если мы сегодня говорим, переоружение делаем майонезное, допустим, майонезного оборудования или макаронного, но мы готовы закупить за свои деньги это оборудование, отдать в лизинг. Но для этого нам нужно посмотреть, потому что, к сожалению, много очень слабых директоров, слабых коллективов, которые считают, что дай деньги, дай дотацию, вот закрой нам эту проблему, поставь, и всё будет нормально. Но на самом деле многое сегодня уже готовое в России, оно работает, просто им надо помочь. Вот первый этап мы хотим объединить, дать дистрибьюцию, общую защитить от подделки. Ну что происходит? Если взять Самсон, ленинградский мясокомбинат, прекрасный продукт делает. Но какие-то подпольные цеха производят этот продукт под именем Самсон. Они дискредитируют его, они его валят экономически, потому что они же не платят налоги. Плюс иностранцы забрасывают туда колбасу, которая дурного качества, но она дешевле. Опять же, дотации дурного качества. Ведь Самсон не может по ГОСТу сделать плохую колбасу. Он вынужден заложить те ингредиенты, которые там есть. Вот мы даем такие услуги, мы предлагаем объединиться сначала на этом. Владимир Владимирович, ну вот Вы предлагаете производить российские продукты высокого качества. Да. Защищенное качество. Но оно будет дороже, эти продукты? Вы знаете, на самом деле, давайте скажем, с чем мы сравниваем. Если мы сравниваем с западными продуктами, которые датируют ЕС... То есть Вы хотите сказать, что к нам сюда не поступают по демпинговым ценам специально? Конечно. Это абсолютно сделано. Нормальное государство датирует своих фермеров, датирует продукты, которые вывозятся из страны. Тем самым остаются рабочие места здесь, остаются деньги здесь, развитие индустрии здесь. А там потребление. Там это... Из нас хотят сделать рынок, который только потребляет продукты, которые, наверное, еще... Хоронить будем здесь отходы какие-то химические, скорость со всего света, и все. Им нужен рынок потребителей. Нам нужно выстоять. А выстоять мы можем только при помощи нормального, умного объединения симбиоза сбыта, рекламы, хорошего защиты от поделки, хорошего качества. Других... Выхода другого я просто не вижу. Вы считаете, что в наших сегодняшних условиях ваш план может притвориться в жизнь? Я абсолютно в этом уверен, и уверена вся наша команда. Другого по пути я не вижу. Нужен нетрадиционный путь. Мы четко должны понять, что если против тебя стоит миллиард долларов и сто лет опыта, и подготовленный менеджмент, хотя бы выиграть, если классический пойти, но хотя бы поставить полмиллиарда и десять лет. У нас сегодня нет ни полмиллиарда долларов, ни десяти лет, ни подготовленного менеджмента. То есть есть только российский интеллект и дух, и энергия наша. Я говорю, что мы можем сделать новую технологию. То есть было сначала топливо, дрова, потом уголь, потом нефть, потом бензин. То же самое. То есть идет прогресс и самих технологий. Были способы одни продаж, сейчас есть другие способы. А мы говорим, что есть и третьи, которые позволят выиграть у этих миллиардов. На чью помощь вы рассчитываете? Государства, банков? Вы знаете, я всегда так говорю, лишь бы не мешали, и помощь, ну как, нам не нужна помощь. Мы сами сможем все сделать, и нам нужно только понимание производителей, может быть доверие какое-то, но и я думаю, Господь Бог нам поможет. Если мы сегодня начнем перечислять вот те сложности, в которых мы находимся, и инфляция, но которую надо заслужить еще, у нас и денег-то нет, надо четко сказать. У нас есть деньги резиновые, угольные, газовые, каменные, металлические, химические. Денег как таковых нет в России, это четко надо сказать. Пока нет инструмента, который мог бы служить обменом. С точки зрения налоги, отсутствия кадров, дорогие энергоносители, ну можно перечислять, банки не работают, ну все-все-все. И если каждый день об этом говорить, перечислять, ну как бы грустно станет. Надо говорить, что да, условия такие, старт у нас такой. Но есть здоровье, есть интеллект, есть ситуация, в которой я абсолютно уверен, которая позволяет нам выиграть. Мы доказали уже, нам проще говорить. Я еще говорю, что мы и докажем и в других продуктах. Самое главное, что мне нравится, нет уныния. А без этого нельзя, это грех? Уныние это грех. Ну что ж, я желаю вам удачи. И я считаю, что многие из тех, кто сегодня нас слышит, понимают наши пожелания, нашу боль о российском, русском производителе. И мы надеемся, что каждый, придя в магазин, прежде всего будет покупать продукт, на котором будет написано «Сделано в России». Спасибо вам большое. Дай Бог всем здоровья. На днях довелось мне встретиться со старым знакомым, лет 10 не виделись. Так вот, разговор начался с его вопроса. Ну что вы все о православии печетесь? Слышал, что даже движение такое создается, Россия православная. Зачем вам это надо? Устарела уже ваша вера. 21 век, а вы все в Христа верите. Посмотри, сколько сейчас новых современных религий. Смотреть надо на эти вещи шире. Так вот, по этому поводу Василий Васильевич Розанов как-то заметил, что нормативный интеллигент утром верит в Ницше, в обед в Маркса, а вечером в Христа. Честертоном подобная широта взглядов высмеивалась в образе Ричарда Уайта, который недавно обрел веру, но каждую неделю менял вероисповедание. Ну а что касается уверенности многих, мнящих себя образованными людьми, в том, что любая духовность – это благо для человека, то смотрите сами. Нечто... ...внимящихся к физическому бессмертию тантристов, например, помещают в отвратительных оргиях и ритуальном поедании тантрии. Когда такие вот культы, связанные в данном случае с поклонением змее, приходят к смертельным исходам. Когда лекари, делающие операции без наркоза, оказываются шайками обычных шарлатанов. Так было и в случае с Аум Синрикё. Сначала в этой секте, происходящей из буддизма, склонны были видеть лишь духовную экзотику Востока, иллюстрируемую такими вот кадрами. Отношение изменилось лишь после отравлений в токийском метро. Тут Аум и обнаружила тенденцию, характерную сейчас для многих тоталитарных сект. Им уже мало опыта традиционной восточной медитации. Таким сектам уже мало гипнотического воздействия индивидуальных мантр, которые от учителя получает каждый ученик. Мало им и ритуальных с регулируемым дыханием песнопений и танцев. Покушаясь на сознание своих адептов, секты берут на вооружение современные способы зомбирования. Еще до скандала в Японии, один из отечественных разработчиков псиоружия рассказал мне о своих контактах с Аум и о том, что в учении буддизма есть много общего с представлениями современной неортодоксальной физики. В интерьерах этой подмосковной психотронной лаборатории фигурка Будда отнюдь не является случайной. Неслучайные подробности, сообщаемые теми, кто прошел пси-воздействие, так называемую инициацию в Японии. А инициация заключалась в следующем, я забыл рассказать. Значит, вы ложитесь на матрасах, которые стоят, три трясучки стоят, значит, на грудь, на живот и на это место. Нужно лечь на спину, расслабиться, лучше заснуть. А на уши одеваются наушники, наушники, повязка черные глаза, и вы в отключенном состоянии, я тут всю гадость, я тут все слушаю, на низких частотах, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это видно, чтобы попасть в резонанс вашего мозга, я точно не знаю эти дела. Как в резонанс попадает, вы уже идиот, все. И сказали так, что будете лежать 12 часов, значит, 8 до 8 утра, без еды, без всего, без питья. Женщины орали, кричали, истерика была. Вот этот дзюн знаменитый, который нас отмечал, этот кореец, он, значит, выскочил в колпаке такой, у него прозрачный колпак на голове, и он безумными глазами стоял, смотрел, и говорит, разбегайтесь все, кто на фудьями, убегайте все быстро отсюда, иначе они вас сейчас в астрал пошлют. И результатом что? Инвалидность второй группы. Существует версия, что многие тоталитарные секты, в том числе и Аум Синрикё, это вырвавшиеся из бутылки джинн секретных псеразработок, которые тайно ведет ряд государств. Впервые такое предположение было высказано после массового самоубийства в джунглях Гаяны членов секты, возглавляемой неким Джимом Джонсом. Оказалось, что эта секта являлась полигоном ЦРУ в рамках программы по промыванию мозгов МК «Ультра». И о лидере чрезвычайно фанатизированного белого братства, Кривоногове, сообщается, что прежде он участвовал в отечественных психотронных разработках. На фоне таких фактов, стремление определенных сил обелить даже самые одиозные сообщества любопытно. Наша страна наводнена шаманами, целителями, экстрасенсами, околорелигиозными организациями, сектами и так далее. Да, с одной стороны скажут, что есть право на свободу вероисповедания, свободу совести, свободу мнений, их пропаганду и так далее. Но в то же самое время Конституция и законы ограничивают эти свободы, когда они нарушают права и свободу другого человека, других лиц. В том числе право на личную неприкосновенность, на неприкосновенность психики. Позиция одного из авторов проекта закона о безопасности личности знаменательна. Будьте бдительны. Суверенитет вашей личности под угрозой. Как вы знаете, так называемые представители Киевского патриархата в Ногинске прославились тем, что возвели на российский престол очередного самозванца. Но на этом они не успокоились. И неугомонный, не к ночи помянутый Глеб Якунин, выступил сегодня уже защитником сектантов. В ноябре 1996 года председатель Комитета защиты свободы совести Глеб Якунин предъявил судебный иск Александру Дворкину, заведующему Центром священномученика Иринея Леонского при отделе религиозного образования и катехизации Московской патриархии, обвинив его в клевете на законопослушные нетрадиционные религиозные секты. Причиной негодования Якунина была публикация брошюры Дворкина «Десять вопросов навязчивому незнакомцу» или «Пособие для тех, кто не хочет быть завербованным». Истец встал на защиту таких организаций, как Международное общество сознания Кришны, Саентологическая церковь, Церковь объединения, Богородичный центр, Аум-Синрико и другие. Однако вся информация, сообщаемая Дворкиным, является документально подтвержденной, что и будет доказано на суде, где выяснится и куда более неприглядные стороны деятельности сектантов. Позиция Якунина и, как сказано в брошюре «Тоталитарных сект и деструктивных культов», во многом прояснилась на пресс-конференции, организованной по инициативе Московской Патриархии. На вопросы журналистов отвечали епископ Бронницкий Тихон, председатель издательского отдела, протеерей Дмитрий Смирнов, доктор юридических наук Антонян, профессор психиатрии Кондратьев, кандидат физико-математических наук Герасимов, представляющий комитет по спасению молодежи, попавшую в секты, и сам Александр Дворкин. Они говорили, что тоталитарные секты наносят вред своим членам через подавление воли и контролирование сознания. Руководители сект не переносят ни малейшей критики и не могут ничего противопоставить, кроме руганий, угроз и сутяжничества. Кстати, вслед за Якуниным саентологи и кришнаиты подготовили уже более 20 истцов. Секты очень агрессивны. По словам духовного вождя саентологов Хаббарда, защита недопустима. Единственный способ защищать что-либо – это нападать. Цель судебных исков – не столько выиграть, сколько запугать и обезволить врага. Раздавите, если возможно, его полностью, советовал Хаббард. Были многие угрозы, но даже в исковом заявлении, большая часть исковых заявлений написано под копирку, повторять надо другому. Но вот господин, член церкви саентологии, господин Горко или Торко, я не знаю, тут от руки написано, он решил проявить самостоятельность. В своем исковом заявлении он прямо написал, а почему вы, господин Дворкин, еще живы? Предстоящее дело в этом году первое, не имеющее прецедентов судебное разбирательство такого рода в России. В качестве соответчика к суду призван издатель данной брошюры – отдела религиозного образования. По существу, это процесс Якунина, саентологии и кришнаизма против московской патриархии русской православной церкви. У нас в гостях Игумен Тихон, наместник Стретинского монастыря. Отец Игумен, скажите, пожалуйста, ну а чем плохо то, что плюрализм в обществе переходит в плюрализм в голове? Вопрос о сектах действительно один из самых страшных и, к сожалению, таинственных вопросов для сегодняшней России. Сейчас в Думе готовится к принятию закон, после принятия которого ситуация сложится так, что практически все секты будут иметь равные права, ну, например, с русской православной церковью или с традиционными религиями. Это закон-плод, если честно сказать, страшного невежества, ужасающего невежества тех, кто подал этот закон в Думу и тех, кто собирается его принять. Я как священник каждую неделю встречаюсь с искалеченными духовно и физически людьми, прошедшими через эти секты. Россия сейчас больна, это не секрет ни для кого. Иммунная система ослаблена у страны. Любая зараза, проникающая к нам сейчас, будь то зараза в сфере культуры, чужеродные, какие-то тела в сфере экономики, и вот и в религии, обретают в России самую благоприятную почву, размножаются, прививаются, и мы знаем, что бывает с больным, у которого иммунная система нарушена, ослаблена, и потом полностью разрушена, он погибает. Вот то же самое, по всей видимости, хотят сделать и с Россией, с умами, и душами русских людей. Вот, отец Тихон, у нас после каждого вашего выступления очень много вопросов, и я сейчас некоторые из них зачитаю вам, чтобы вы смогли ответить на эти вопросы. Их много, я выбрал вот семь. Первый. Как церковь относится к перестройке, к изменениям, происшедшим в государстве? Конечно, изменения должны были бы произойти. Никто с этим не спорит. Я не могу сейчас отвечать от имени Русской Православной Церкви, но поверьте, мое мнение, это мнение многих церковных людей, священников и мирян. Изменения должны были бы произойти. Страна наша давно была нездорова, больна. Но весь вопрос в том, как и что изменили. И в первую очередь хотелось бы сказать, что эти изменения были произведены, главное, без любви к России, без любви к русскому народу. А все то, что делается без любви, делается не во благо, делается во вред, и последствия всего того, что делается без любви, ужасающие. То, что мы видим сейчас. Мы могли бы себе представить инвалида, то, что, собственно говоря, представляла Россия, Советский Союз, инвалиды на костылях. И вот представьте, если некий демагог говорил бы, да, но это же недостойно человека, что человек ходит на костылях. Это недостойно жизни. Невозможно, чтобы человек всю жизнь был на костылях. Выбьем из-под него костыли. Вот что произошло с Россией, Советским Союзом. Понятно, что костыли не нужны. Понятно, что инвалидность это страшно. Но что бы сделал любящий человек? Вначале бы он исцелил, вылечил больного, потом сначала один костыль бы у него забрал, потом второй, потом бы дал палочку, научил бы его хорошо ходить и тогда только отошел в сторону с делу. Такой вопрос. Почему вы так часто говорите о политике? Разве это ваше дело? Церковь уже начинает подменять собой коммунистическую идеологию. Хватит, наелись. Говорите о вере, о нравственности, если хотите, но не трогайте другие стороны жизни. Интересный вопрос. По всей видимости, задает его человек демократическая ориентация. И приятно, что такие жесткие, прямые вопросы вот так вот на них можно ответить. Хотя задают вопрос человек действительно демократической ориентации, но то же самое ведь говорили и коммунисты. Ведь по советским законам церковь не должна была не касаться ничего, кроме вопросов веры и нравственности. Это были особые советские законы. Совет по делам религии даже существовал, который контролировал, не скажет ли священник что-либо иного самвона. Но церковь это живой организм, почти 50 миллионов верующих. И священник это часть церкви. И люди приходят к нам, и если они задают вопросы, касающиеся общественной жизни, ну что же нам, посылать их к московскому комсомольцу отсылать, чтобы там они узнавали что-то. Нет, мы должны ответить на многие и, пожалуй, иногда очень, казалось бы, не касающиеся конкретно церкви вопросы. Вот, например, меня, мои прихожане, помните, ваучеры такие вводились, прихожане спрашивали меня, батюшка, брать ли ваучеры? И мнение свое я должен был ответить. Ну и я сказал, собственно говоря, что бессмысленно это все. Я высказал свое мнение, бессмысленно. Распродают страну, кто-то берет больше, кто-то берет меньше, но всех повязывают этими ваучерами. И когда придет час, и мы со стыдом увидим, что совершилось, нам скажут, простите, друзья, а вы тоже продавали, вы тоже взяли кусочек Родины Матери. И поэтому высказали свое мнение священники. Не надо. Ну и другой вопрос, уже противоположный. Почему церковь так слабо обличает сегодняшнее неустроение и сегодняшнее зло? Действительно, наверное, более сильным должно быть слово, но зачастую это слово церкви не доходит. Вот кто знает о недавнем послании святейшего патриарха Алексия, которое несколько недель назад буквально было опубликовано. Поверьте, если его прочтут люди, то они увидят в нем ответы на многие-многие интересующие их вопросы. Но средства массовой информации не доносят их для людей. Небольшие церковные газеты. Вот вы выступаете по телевидению, а ведь церковь отрицательно относится к телевидению. Телевидение, как сказал мне мой духовник однажды, это язык, так же, как и кино. И можно сказать и слава тебе, Господи, можно сказать распни, распни. К сожалению, сейчас через телевидение к несчастью распинают порой и души человеческие, и страну нашу. Но это совершенно не значит, что языком можно пользоваться только грязно, бесчеловечно, во зло. языком можно пользоваться и во благо. И такой, как сейчас церковь видит дальнейшее развитие страны с существованием русского народа? Ну, это такой большой вопрос. Да, пожалуй, ответить на него сейчас. Да. И я думаю, что вы на него ответите в следующий раз. А вот такой вопрос можете. Может ли быть сейчас восстановлена монархия? Об этом многие говорят. Мы, конечно, понимаем, что единовластие, монархия, это величайшее благо было бы для России. Мало кто осознает это. Но и народ должен быть готов. А народ не готов пока. И как тоже мой духовник сказал, когда я у него спросил, батюшка, будет ли император снова в России? Возможно ли вот такое благодатное правление? Он сказал, ну, если будет сейчас император. Сейчас, если будет император, то только китайский. Ну что ж, спасибо, отец Игубин, что вы нашли время прийти к нам в русский дом. Спасибо. Уважаемые телезрители, я хочу вам сейчас напомнить, что 10 февраля в Центральном доме литераторов 18.30 состоится литературно-музыкальная программа «В день смерти Пушкина». Романсы и песни на стихи Пушкина исполняет певица, прекрасная певица Евгения Валерьевна Смоленинова. И еще создается общероссийское движение «Россия православная». Узнать об этом вы можете из газеты «Русь державная». Последний номер, номер два. Итак, спасибо, что вы нашли время прийти к нам в русский дом. Всего доброго. До свидания. Каждую субботу в 21.30 на канале МТК и на волнах Авторадио на частоте 68 МГц вечер с Андреем Леоновым. Новости недели События, хроника, факты. Актуальный репортаж. В этой жизни нет ничего бессмысленного. Молодой писатель приобретает старый дом, стены которого хранят информацию о предыдущих владельцах. Воображение автора становится дверью в прошлое, оживает придуманный образ. Призраки приобретают плоть и вмешиваются в жизнь современников. Все становится таким запутанным, что героям приходится выбирать между любовью, страстью и гневом. Но роман, который он пишет, дает ответ на все вопросы автора. Смотрите 9 февраля в 19 часов 50 минут на экране московского телеканала. Продолжение следует... Продолжение следует...